Продолжение следует... Смутился, увидев его, что не мог связать двух слов, и наговорил ему такую дрянь, что даже им обоим сделалось совестно. Уходя от него, как ни старался Чичиков изъяснить дорогою и добраться, что такое разумеет председатель, и насчет чего могли относиться слова его, ничего не мог понять. Потом зашел он к другим, к палецмейстеру, к бачмейстеру. Но все они не приняли его, и не приняли так странно, такой принужденный и непонятный вели разговор, так растерялись. И такая вышла бестолковщина из-за всего, что он усомнился в здравии их мозга. Попробовал было еще зайти к кое-кому, чтобы узнать по крайней мере причину, и не добрался никакой причины. Как полусонный бродил он без цели по городу. Не будучи в состоянии решить, он не сошел с ума, чиновники потеряли голову. Во сне ли все это делается ли наяву? Заварилась дурь, почище сна. Поздно уже, почти в сумерки, возвратился он к себе в гостиницу, с которой было вышел, в таком хорошем расположении духа, и от скуки велел подать себе чаю. В задумчивости и в каком-то бессмысленном рассуждении о странности положения своего стал он разливать чай. Как вдруг отворились двери его комнаты, и предстал ноздрев никак неожиданным образом. Вот, говорит пословица, для друга семь верст не околится, говорил он, снимая картуз. «Прохожу мимо, вижу свет в окне, да и думаю себе зайду. Верно, не спит? А вот хорошо, что у тебя на столе чай. Выпью с удовольствием чашечку». Сегодня за обедом объелся всякой тряней, чувствую, что уж начинается в желудке возня. «Прикажи-ка мне набить трубку. Где твоя трубка?» «Да ведь я не курю трубки», — сказал сухо Чичиков. «Пустое, будто я не знаю, что ты куряка». «Эй, как бежезовут твоего человека?» «Эй, Вахромей, послушай». «Да не Вахромей, а Петрушка». «Как же, да у тебя ведь прежде был Вахромей». «Никакого не было у меня Вахромея». «А, да, точно, это у деревина Вахромей. Вообрази, деревину какое счастье». «Тетка его поссорилась с сыном за то, что женился на крепостной. И теперь записала ему все именье». «Я думаю себе, вот, если бы я такую тетку иметь для дальнейших». «Да что ты, брат, так отдалился от всех? Нигде не бываешь». «Конечно, я знаю, ты занят иногда учеными предметами. Любишь читать». «Уж почему Ноздрёв заключил, что герой наш занимается учеными предметами и любит почитать?» «Этого, признаемся, мы никак не можем сказать». «А Чичиков и того менее». «Ах, брат Чичиков, если бы ты только увидал, вот уж точно была бы пища твоему сатирическому уму». «Почему у Чичикова был сатирический уму, это тоже неизвестно». «Вообрази, брат, у купца Лихачёва играли в горку. Вот уж где смех был, перепендив, который был со мною. Вот, — говорит, — если бы теперь Чичиков, уж вот уж бы ему точно». Ленка Кем Чичиков отруду не знал никакого перепендива. «А ведь, признайся, брат, ведь ты право прибодло поступил тогда со мною, помнишь, как играли в шашки? Ведь я выиграл». «Да, брат, ты просто подделюлил меня. Но ведь я, торт меня знает, никак не могу сердиться на медни с председателем. А, да, я ведь тебе должен сказать, что в городе все против тебя. Они думают, что ты делаешь фальшивые бумажки. Пристали ко мне, да я за тебя горой наговорила, что с тобой учился и отца знал. Ну, и уж нечего говорить, слил им пулю порядочную. «Делать фальшивые бумажки?» — скрикнул Чичиков, приподнявшись со стула. «Зачем ты, однако, так напугал их?» — продолжал Ноздрев. «Они, черт знает, с ума сошли со страхов. Нарядили тебя и зря, и в разбойники, и в шпионы. А прокурор со спугу умер. Завтра будет погребение. Ты не будешь?» Они, сказать правду, боятся нового генерала-губернатора, чтобы из-за тебя чего-нибудь не вышло. А я насчет генерала-губернатора такого мнения, что если он подымет нос и заважничает, то с дворянством решительно ничего не сделает. Дворянство требует радушия, не правда ли? Конечно, можно запрятаться к себе в кабинет и не дать ни одного балла. «Да ведь этим что ж? Ведь этим ничего не выиграешь. А ведь ты, однако ж, Чичиков, рискованное дело затеял». «Какое рискованное дело?» — спросил беспокойно Чичиков. «Да увезти губернаторскую дочку. Я, признаюсь, ждал этого. Ей-богу, ждал. Первый раз, как только увидел вас вместе на бале. Ну, уж думай себе, Чичиков, верно, не даром. Впрочем, напрасно ты сделал такой выбор. Я ничего в ней не нахожу хорошего. А есть одна родственница Бекусова, сестра и его дочь. Так вот уж, девушка, можно сказать, чудо-каленкор». «Да что ты, что ты путаешь? Как увезти губернаторскую дочку? Что ты?» — говорил Чичиков, выпучив глаза. «Ну, полно, брат, экоискрытный человек. Я признаюсь, к тебе с тем пришел. Изволь, я готов тебе помогать. Так и быть. Подержу венец тебе, коляской переменной лошади будут мои. Только с уговором. Ты должен мне дать взаймы Три тысячи. Может, ты, брат, хоть зарежь?